Вадим, привет! Привет, Настя! Давно не виделись. Давно не виделись. Мы тут собрали витамины Вадима. Вадим, это ты всё каждый день пьёшь? Или как часть ты это пьёшь? Когда хожу в зону. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, зачем я эти все витамины плашу? Зачем ты эти все витамины пьёшь? Потому что, когда ходишь в зал и занимаешься физическими тренировками, ну, по крайней мере, так считается, нужно дополнительно пить БАДы, аминкислоты. А так мышцы не растут? Так растут, но это... Ну, смотри, у тебя прям комплексы витаминов. Вот у нас же не только спортсмены пьют витамины. Вот. Давай вот поговорим тогда про... В общем, считается, что когда ты физическую нагрузку даёшь организму дополнительно, тебе нужен приём, дополнительный приём, кроме пищи. А как ты думаешь, насколько хорошо это всё усваивается в кишечнике? Особенно если есть воспалительные процессы. Я думаю, усваивается не 100%, но какая-то часть всё равно усваивается. Ты знаешь, что вот этот вот порошок, вот этот, да, его же опускают через себя почки и печень? Конечно. И дополнительно создаётся нагрузка. Особенно если есть хронические заболевания. Вот эти все порошочки, они очень сильно кальцинируются и откладываются на... Либо в виде кальцинатов, либо в виде солей. То есть это очень сильно нагружает нашу печень и наши почки. Как думаешь, вот ты бы советовал пожилым людям пить такое количество БАДов? Вот везде реклама, что пейте БАДы и будете здоровы. Как думаешь ты? Ну, с высоты своих знаний советовать что-то я бы не стал. Потому что... Потому что, ну, мне кажется, обладаю я недостаточными знаниями, чтобы, допустим, в заросном поколении... Меня сбрасывал. Ну, ты как думаешь-то? Людям своего возраста я бы, наверное, посоветовал. Ну, если фильтрация, то есть ты бы молодым всё-таки посоветовал? А ты знаешь, что все эти витаминные можно из питания получать? Просто же это куча денег. Вот, например, если... Да, конечно, можно. Если правильно балансировано питаться, конечно, можно получать всё. Это из-за пищи, всего ядового. И тем более, вот смотри, я не совсем уверена в качестве этих витаминов, кстати. Это не совсем дорогие витамины, они такие среднего класса. Я ещё добавлю. Если человек хорошо, сбалансированно, правильно питается, ему, естественно, всё это не нужно. Да. Ну, если там, допустим, каждый день ешь, знаю, макароны и гречку, то... А не лучше ли вот эти... Ну, хорошо. Вот чтобы хорошие витамины купить, да, там, ну, это 2-3 тысячи рублей. Да, даже больше. Даже больше. А неужели нельзя на 2-3 тысячи рублей купить печень, в которой есть все витамины? Неужели нельзя на 2-3 тысячи рублей питаться разноцветно? Потому что в каждом цвете продукта... Ты знал, что в каждом цвете продукта есть свой набор витаминов. Например, в оранжевом там витамины группы А, да, их очень важно с жирами есть. Например, если мы едим что-то оранжевое, нужно обязательно что-то жирное съесть. Либо сыр, либо сало, либо маслом это полить. И тогда мы получаем вот как раз-таки вот эти витамины Е. Вот тут я вижу, у тебя витамин Е, да, как раз. И я не уверена в качестве этого витамина. Я не уверена, насколько хорошо он вообще сделан, этот витамин. И насколько хорошо он усваивается. Еще знаешь, в чем проблема есть? Вот, например, особенно пожилым людям начинают прописывать кальций. Ой, что это? Он тут... А, это эти... Витамин С. Все, я поняла. Я думаю, что он там шо родит. Я думала, что у нас тут это... Мы сегодня эту ящерицу увидели. Ящерицу, да. Тот же самый звук, я так это вспомнила, эту ящерицу сразу. Так вот, препараты кальция. Вот почему опасно пожилым людям есть вообще в принципе витамины и не дай позже кальций. Потому что он не усваивается. Вот я тебе расскажу. Вот если у нас воспаленный гнилостный кишечник, слизистая поражена, мы едим витамины, они вообще не усваиваются. То есть слизистая, она не способна воспринять, особенно если она воспалена. Почему, например, когда снимаешь воспаление, автоматически кожа меняется, волосы меняются, вроде бы питался точно так же, а из того же питания уже организм способен усвоить больше полезных микроэлементов. Вот, кстати, мы с тобой снимали с тобой воспаление, начали, кстати, реже кушать. Ты почувствовал? Реже кушать, когда мы вот это проинтервальное голодание. У нас что, с кишечником улучшились дела? У нас вообще улучшились дела. В каком плане ты рассказываешь про улучшение дел? Спасибо. В общем, когда мы начали разгружать, вот, кстати, один из элементов снятия воспаления, это интервальное голодание, но его очень важно делать правильно, чтобы не навредить организму, да, этому обучаться нужно. Так вот, когда мы с... Вадим начал перенимать мои привычки. Я так его спрашиваю, почему ты не ешь? Не хочу. Хотя, как только мы познакомились, сколько ты пять раз в день кушал? Раза четыре-пять, да. Раза четыре-пять, да. Вот, но сейчас улучшился. Вот я прям чувствую, кишечник намного лучше у Вадима начал работать. Ты прям сам чувствуешь. Как ты это чувствуешь? Как ты это чувствуешь? Я всё знаю. Я всё знаю. Ну ладно. Давай разберём витамины, и откуда мы их можем вообще получать в нашем организме. Я ещё раз повторюсь, я не советую, особенно кальций, потому что если вы кальций пьёте, и у вас воспалённый кишечник, и у вас нет гормонов для усваивания... Ты знаешь, что гормоны необходимы для усваивания витаминов? Если не работают гормоны, ничего абсолютно в организме не усваивается. Знал о том? Гормональные сбои вообще... Да, ну ты... То есть вообще... То есть человек может там питаться... Ты видел, что один человек там, не знаю, там ест кучу еды, а другой сидит на траве и вообще пухнет вот такой вот сидит. То есть кто-то там питается зелёными салатами, но похудеть не может. Вот это именно про людей, у которых нарушена гормональная система. Вот. Хорошо. Давай вот разберём. То есть, во-первых, если у вас нет здоровых нормальных гормонов, у вас снижена гормональная система. Если у вас гнилостный, воспалённый кишечник, ещё знаешь, какой фактор? Опущение органов. Кстати, тебе надо полечить чуть-чуть. Чё? Нет, у тебя нет опущения органов. У тебя есть лордоз. Что такое лордоз? Это прогиб в пояснице. Ты ещё расскажешь. Ну, у тебя живот торчит чуть-чуть. Надо с лордозом поработать. Мы просто не дошли ещё до этого момента. Мы ещё просто не дошли до этого момента. И, кстати, мы на курсе «Женское здоровье» будем работать с вами с лордозом и с опущением внутренних органов. Потому что, смотри... Значит, на курсе дошли, а до меня не дошли. Ну, так занимайся. Мы можем тебя включить, если хочешь. Подключайся. Ну, давай логически я тебе задам вопрос. Здесь даже не нужны никакие медицинские знания. Давай я тебе задам вопрос по поводу того... Скажи, пожалуйста, если опущены внутренние органы вниз, они насколько хорошо будут функционировать в процентном соотношении на 100%, на 50%, на 70%, на сколько думаешь? Я думаю, если они на полу не лежат, то, наверное, не 100%. Процентов сколько? Не знаю, я же не могу назвать какую-то цифру. Не 100%, меньше. Не 100%. Меньше, чем 100%. Вот чем больше опущения... Я могу только гадать. Да. Ну, я же тебе предположить разрешила. Чем больше опущения, тем выраженнее идёт нарушение вообще работы всех органов. Когда орган опускается, во-первых, натягиваются все сосуды, потому что все кровеносные сосуды идут от позвоночника. Там идёт аорта, она идёт прям по позвоночнику. И когда органы начинают спускаться вниз, а у нас все кровеносные сосуды от позвоночника идут. Вот смотри, просто предположи картинку. Всё спустилось вниз, сосуды все натянулись, они сузились, во-первых, кровоток уменьшен. То есть, чем больше натягивается, что происходит? Если, например, всё близко, хорошо располагается, опущения нет, кровеносные сосуды хорошо кровоснабжают внутренние органы. Да, физику просто вспоминаем. Это логично. Это логично. А когда вот у вас позвоночник, и все сосуды, и всё спустилось вниз, и начинают натягиваться. Что сосуд, вот что он делает по физике? Растягивается, истенчается. Истенчается, растягивается, сужается. И стеноза вот этих вот всех наших сосудов. И нет кровотока. Вот если... А кровь – это что? Это питание наших внутренних органов. Вот кровь, она приносит питательные вещества, витамины все, да? А если у нас всё опущено, если у нас полностью спазмированы вот эти вот протоки, да? А ещё органы, они когда опустились вниз, застой крови идёт. То есть, кровь застаивается, органы опущены. И давление внутридушное. Как определить опущение внутренних органов? Обратите внимание на свой пупок. Если пупок ниже середины живота, или, простите, он у вас уже в трусах, то есть вы одеваете трусики, у вас уже пупок, простите, внизу живота, то значит, у вас уже достаточно сильное опущение. Обратите внимание сейчас на пупок и напишите мне в комментариях. Я вместе с вами сейчас смотрю этот прямой эфир. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, у кого спущенный пупок, у кого? У меня напишите. Напишите слово «у меня». Вот. Кстати, вот мы разбирали тут, что ещё у нас. Вадим, а ты прочитай, что вот эта аминокислота, она содержится везде, во всём питании. Всё верно. И как думаешь, надо пить, если ты её? Я её пью, потому что я хожу в зал. Ещё раз. Если я, допустим, я отдыхаю от зала, я не хожу на тренировки, я не пью её. Так если ты хорошо покушаешься в 2 часа? Ну, считается, что её дополняется. Может быть, это маркетинговый ход. Не знаю. Не могу тут, тут не могу сказать. Я тебе скажу, как человек, который принимал участие в соревнованиях, пишу, всё-таки трейлер бывший. Живи, он мои видео и фотографии. Кстати, вот здесь они выскакивают, мои видео и фотографии. Кому интересно. Я сейчас попросила видеографа, попросила видеографа вставить мои видео и фотографии. Я тебе хочу сказать, что я готовилась вот сначала на вот этом всё. У меня так разболелись почки. У меня болели почки. Я потом, я честно говорю, у меня, то есть, и я пила вот эти вот все, то есть, я тренировалась по три раза в день. Три раза в день? Ну, там, кардио, потом растяжка и силовая у меня была. Практически каждый день я тренировалась на разные группы мышц. Вот. Делала так, чтобы одна группа мышц дня три-четыре отдохнула. Всё правильное дело, не переживай. Ну, ладно. Но из-за того, что я пила вот эти вот все БАДы... Может быть, ты дозировки превышал? Я не превышала дозировки. Я пила дозу, которая необходима перед тренировкой. Но я пила каждый день. Я вот так вот подготовилась, наверное, два или три месяца, и после соревнований у меня так болели почки, что я думала, что капец. Просто капец. Вот. Я потом дополнительно пила различные травы. Я помню, я долго прям почки восстанавливала. И это было, ну... Капец. Вот. Точно так же, как советуют кальций пить, если у вас нету гормонов для усваивания кальций, он будет кальцинироваться у вас в почках. Я не против, но вот это же порошок, который пропустит через себя кишечник, печень и почки. Лучше посмотреть, в каких продуктах содержится состав аргинина, особенно если пожилые люди не нужно. Лучше постарайтесь из питания. Я понимаю, что питание сейчас не самое лучшее. А кто даёт гарантию вообще за вот эти баночки? Кто их проверял? Вы сертификаты видели этих баночек, которые в аптеке продают? Нарисовать могут всё, что угодно. Подписать, что здоровые сосуды и всё тому подобное. Можно подписать всё, что угодно. А кто проверял это качество? Я считаю, что, да, питание сейчас не то, которое было раньше. Но если правильно обрабатывать фрукты и овощи, я, кстати, об этом тоже буду рассказывать на курсе «Женское здоровье». Если правильно обрабатывать фрукты и овощи, то можно сделать фрукты и овощи максимально безопасными. Потому что ты приходишь в магазин, ты нюхаешь яблоко, оно пахнет чему-нибудь. Вот вспомни бабушку, бабушки, у тебя у бабушки росли яблоки? Да, конечно. Как они пахли? На весь дом? Ну, если яблоко разрежешь, да, да. Ну, мы имбором. Ну, нет, а всё равно, ну, собрал, так они всё равно пахнут, даже собраны. Ну, я только не помню сейчас. Ну, я помню, потому что я с бабушкой ездила на Чёрное море, там были яблоневые сады, и эти яблоневые сады, мы собирали эти яблоки, они пахли на весь дом. Или, например, огород, огурцы, помидоры соберёшь, пахнут на весь дом. Ну, насчёт пахнут, не пахнут, не могу сказать, могу рассказать историю, которую мне друг рассказывал. Он ездил на яблоневый сад, собственно, где яблони ряда не растут, те самые яблоки, которые мы покупаем в магазине. Вот, он там со своим знакомым, ну, я знакомый-то работал, что-то вроде экскурсии организовал. Вот, идут они по этим садам, друг тянет руку к яблоку, хочет сорвать. Вот, а его знакомый, который там работает, говорит, ну, трогай, обожжёшься. То есть на них столько, чтобы их не ели вот насекомые, на них столько пестицидов, что если их схватишь голой рукой, можно на жутку бычить. Уже склонь. Я, кстати, тоже замечала, когда яблоко не помоешь, и, ну, это было давно, сейчас я такие ужасные вещи не делаю, и всегда обрабатываю эти фрукты, овощи, которые я ем. Их нужно правильно обрабатывать, об этом мы на курсе рассказываем. И когда ты ешь вот это вот яблоко, прям, знаешь, вот как такой привкус, вот особенно от кожуры вот этой вот. Да, сейчас начали делать, но вот ты покупаешь яблоко, у меня у бабушки яблоки могут лежать два месяца, и с ними ничего не произойдёт. То есть настолько сильно огурцы вот эти вот, они ничем не пахнут, потому что это всё, конечно же, обрабатывается. Вот, поэтому нужно правильно это всё выбирать, нужно правильно обрабатывать овощи, ну, а кто отвечал за производство этих витаминов и так далее. Особенно я не рекомендую всё-таки для пожилых. Для молодых, может быть, если вы убеждены, что у вас нет опущения, у вас здоровые почки, печень, у вас нет застойных процессов, у вас хорошо работает. Вот, например, если не работает желчный пузырь, ни один из этих витаминов не переваривается. Вы с желчными застоями не разобрались, а хотите пить витамины, которые никакой вам результативности не дадут. Можно ли прожить без этого? Я убеждён, что да. Если нормально питаться и... Да, сто процентов. Сто процентов.